Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Для этого мы используем систему КАЙДЕ. Например, для нашего СОЛ, мы можем использовать много возможностей. Мы можем играть на гамме мажор ГОЛ. Мы можем играть на гамме пантатоник мажор ГОЛ. Мы можем играть на гамме. Мы можем играть на гамме. В моем импровизации, мы можем играть на гамме. Для этого я использую гамме. Для гамме. Конечно, эта гамма принадлежит на гамме. И, конечно, я использую гамму. Я выбираю гамму. Я выбираю гамму. Я использую гамму. Я использую гамму. Я использую гамму. Я использую гамму. Гамму мажор ГОЛ. В этом нете. И мы также имеем арпежьем Ам. Вы видите, еще раз, у вас есть варианты. Я, на мой импровизированный аккорд, я делаю это. Очень просто. И не забывайте, потому что у вас есть много вариантов, что вы должны все эти варианты. Я делаю очень простой план, который будет построен на моде Риен. В начале я делаю это. Я делаю с ГОЛ. Это все просто. Но идея здесь, что эти ноты не будут выбраться на счет. Они имеют значение в отношении наших аккорд. После этого, мы имеем импровизированный аккорд. И я делаю импровизированный аккорд. И я делаю импровизированный аккорд. И я делаю это. Я делаю это. Я делаю это. И я делаю аккорд. И я делаю это. И я делаю это. Это. И я делаю это. И я делаю это. Вот так, очень просто. Я вот здесь напомнил мой аккорд. Ди-рэ-мажор. Вот так, как я использую систему кейдж, чтобы лучше выбрать свои ноты, и выбрать свои гаммы или моды, чтобы импровизировать. В следующем видео я вам покажу, как использовать арпеги, и также как создать мелодии с помощью этого системы кейдж. Если вы понравили видео, вы можете поставить лайк и, как обычно, поделиться. Allez, salut !